Безопасность дорожного движения в летний период С началом весенне-летнего сезона на дорогах увеличилось количество аварий Сегодня мы попробуем разобрать некоторые из них с нашими экспертами и напомним вам о правилах дорожного движения А вы можете поучаствовать в беседе, позвонить в нашу студию и задать свои вопросы экспертом Телефон прямого эфира 5 5 0 Итак, в нашей студии прямо сейчас Геннадий Кузнецов начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Барнаулов и Елена Ляликова, учитель начальных классов, руководитель отряда ЮНИДД, лицея номер 3 Барнаула Здравствуйте! Добрый вечер! Мы предлагаем прямо сейчас посмотреть видео дорожно-транспортного происшествия которое произошло буквально вчера в центре города Барнаула Внимание на экран! Вот это видео, оно уже облетело, можно сказать, все странички можно заметить, да? Все странички, наверное, инцидент Барнаула, Барнаула-22 Да, в социальных сетях действительно разлетелось Да, ажиотаж такой И огромный резонанс принесло на самом деле Ну, такое достаточно жесткое видео Итак, мы хотели бы, наверное, в первую очередь получить комментарий от вас, Геннадий Наверняка вы уже в курсе об этой ситуации Как-то прокомментируете Больше таких дорожно-транспортных происшествий Вчера было два Интервалом в час Одно произошло на проспекте Красноармейском Вот это вот, которое сейчас на кадрах Женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора По регулируемому пешеходному переходу была сбита Получила тяжелую травму, доставлена в больницу Также женщина переходила улицу Попова На регулируемом пешеходном переходе Также на запрещающий сигнал светофора Бежала на трамвайную остановку Тоже была сбита, травмирована, доставлена в больницу Но все-таки всегда ли виноват именно водитель Если даже пешеход по факту совершает ошибку И переходит дорогу на красный сигнал? За 4 месяца на дорогах города Барнаула Всего было зарегистрировано 255 дорожно-транспортных происшествий Из них 116 это наезды на пешеходов Обратите внимание, 73 наезда на пешехода Произошли именно на пешеходных переходах То есть больше половины, 62% Поэтому здесь нужно говорить, что пешеходный переход Это далеко не безопасное место Здесь нужно пешеходам думать Прежде чем выходить на пешеходный переход Нужно убедиться, что водители видят и пропускают Только после этого начинать переход дороги В некоторых случаях даже бывают виновны пешеходы Сами на пешеходных переходах Таких случаев было 8 за 4 месяца Когда пешеходы переходили дорогу Неожиданно выходя на пешеходный переход Попадали под колеса автомобилей Но все-таки в данном случае Как мы видели и на видео Если мы моделируем отдельную Какую-то не связанную с конкретным случаем ситуацию Если человек выходит на запрещающий сигнал светофора И водитель совершает на него наезд Все-таки в этой ситуации Раз человек уже получил какие-то травмы серьезные И попал в больницу Водитель несет ответственность Или виноват исключительно пешеход? Нет, подождите Здесь нужно разобраться Здесь будут проводиться следственные действия Изучаться все материалы Показания свидетелей Проводятся различные экспертизы Ставится вопрос таким образом Располагал ли возможность Водитель предотвратить дорожно-транспортное происшествие И даже если пешеход переходил На запрещающий сигнал светофора То есть он нарушил правила дорожного движения Но водитель не снижая скорости Проследовал, не затормозил Не принял никаких мер Предотвращению дорожно-транспортного происшествия То здесь может быть вина водителя А если это происходит в темное время суток, например? И у пешехода нет никаких светоотражающих элементов на одежде То есть водитель просто не увидел, что да Даже на регулируемом пешеходном переходе Вина пешехода в том, что его плохо видно, конечно Но водитель должен вести транспортное средство с такой скоростью И так, учитывая все дорожные условия Метеорологические условия То есть все И освещенность улицы И всегда быть готовым к появлению пешеходов на дороге Тут приоритет все равно принадлежит главной роль Предотвращение дорожно-транспортных происшествий Все-таки водителю Да, но подводя итог Водитель должен быть всегда сконцентрирован на дороге Всегда должен брать во внимание тот фактор Что в любой момент Неважно на пешеходном переходе Не на пешеходном переходе В любой момент может оказаться пешеход И нужно соблюдать скоростной режим Он все-таки управляет источником повышенной опасности И несет за это ответственность И снижает скорость перед пешеходными переходами Скажу проще Для всех водителей Скорость должна быть безопасной Не то, что разрешена в городе 60 км в час Где-то ограничение скорости То есть, значит, надо ехать с такой скоростью Нет Нужно здесь еще раз учитывать Все дорожные условия Интенсивность движения транспорта Пешеходов Если где-то вблизи находится детское учреждение Дети где-то Естественно, здесь водитель должен снижать скорость Вплоть до полной остановки Вот об этом поподробнее уже, наверное, с Еленой Да, в то же время Как должны вести себя пешеходы Особенно рядом с детскими учреждениями Я знаю, что вы один из таких активистов акции «Родительский патруль» Расскажите подробнее, что это за акция, которая проходит в Барнауле не один год, насколько я знаю, совместно с ГИПДД Расскажите о ней поподробнее Ну, мы с этой акцией, если мне не изменяет память Восемь лет я работаю в школе И восемь лет мы участвуем вот в таких вот акциях Я прошу прощения, у нас есть звонок в студии Да Да, поэтому Здравствуйте, вы в прямом эфире Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос Здравствуйте, меня зовут Владимир У меня вот такой вопрос У нас вот все знают Аллею по проспекту Ленина От площади Октября до Льва Толстого Но мало кто знает, что там нет прямого прохода через перекрестки Там каждый перекресток нужно входить буквой П И, ну, тем не менее, все идут прямо, бегут прямо Едут на велосипедах прямо Как-то вот ГИПДД Кто будет решать эту проблему с городскими властями Чтобы как-то там что-то обустроить А вы автолюбитель, да? Вы водитель? Да, да Спасибо вам, друзья Периодически проводим мы такие рейды на Ленинском проспекте Именно вот по пешеходам, которые двигаются по аллее И переходят дорогу, получается, в неположенном месте Здесь дорогу нужно переходить по пешеходным переходам То есть буквой П Обходить вот эту развязку между аллеями Поэтому пешеходы должны знать об этом Это опасно, во-первых Там разворачиваются транспортные средства Это перекресток И, получается, они идут посередине перекрестка Также велосипедисты Велосипедисты тоже катаются по аллее И совершают, в принципе, нарушение правил дорожного движения А как много людей вы, скажем так, ловите, грубо говоря На вот этом участке Тех, которые нарушают правила дорожного движения И каким образом потом с ними проводят телеседы? Регулярно, особенно при проведении массовых мероприятий Когда проходили у нас недавние бега на Ленинском проспекте Много было В основном это профилактика, предупреждение Потому что многие не знают Именно таких правил тонкостей Может быть, вот Владимир спросил Вы как-то решаете этот вопрос с городскими властями? Может быть, есть какие-то планы? В первую очередь, конечно, это надо вопрос адресовать Комитету по дорожному хозяйству, администрации города Разработать какие-то действительно дорожные условия, пересмотреть В данном случае я не вижу никакого выхода, в принципе, пока Здесь нужно действовать согласно правилам дорожного движения Это понятно Мы хотели задать этот вопрос, на самом деле, чуть позже, да, в нашей программе Но все-таки, если у жителей города или Алтайского края возникают вопросы Установить где-то пешеходный переход Или установить где-то светофор Куда с этими вопросами обращаться? И как эти вопросы решаются? Какие согласования нужно проходить? Также это все Все адресуют письма, вопросы В администрацию города Комитет по дорожному хозяйству Там информация изучается Вносится вопрос на комиссию по безопасности дорожного движения Принимаются решения и вносятся коррективы в дорожное движение В план реконструкции каких-то перекрестков Установки светофоров и так далее Поэтому еще раз, да, подытожить ответ Геннадия, Владимира и другие наши зрители Все, кто нас сейчас смотрит Если у вас есть вопросы И вы хотите где-то установить светофор Или, допустим, пешеходный переход И хотите это сделать в ближайшее время Обращайтесь в комитет по дорожному хозяйству города Барнаула И ваш вопрос рассмотрят А тем временем ГИПДД Барнаула Сделает все возможное Чтобы это проконтролировать Пока эти дорожные участки Возвращаясь к акции «Родительский патруль» Что за акция, на что она направлена? Родительский патруль В основном проходит таким образом Что родители контролируют Переход пешеходных переходов Детьми и родителями Мы очень часто проводим эту акцию Возле нашей школы Потому что непосредственно на улице Червонной Выходя из нашей школы Мы прям, можно сказать, выходим На проезжую часть Да, она находится очень близко И поскольку близость к Ленинскому проспекту Интенсивность движения там достаточно большая Естественно, там есть искусственная неровность Которая призывает водителей остановиться Но поскольку все утром торопятся А это час пик И не все водители В том, вот тоже, да, вот Готовы, так сказать, уступать дорогу Даже этим маленьким пешеходам И с родителями Но еще очень важно Сами родители не готовы к тому Что, понимаете, соблюдать Правила дорожного движения Буквально вот недавно Мы с вами снимали сюжет, да Про родительский патруль Было такое И мы с вами, сами были удивлены тому Что даже гололед, да Несмотря ни на что Гололед Условия такие были достаточно сложные Для водителя даже остановиться Который тоже остановиться не всегда может Родители на санках Торопясь в садик, да Торопясь в школу Они просто-напросто не останавливаясь Они считают Я пешеход Мне должны остановиться Все И я начинаю движение Мы их останавливаем Мы говорим о том Что необходимо убедиться в безопасности движения И не все родители готовы к этому Многие Чего вы нас учите Пропустите, мы опаздываем То есть для них Вот эти вот доли секунды Которые могут оказаться решающими Понимаете Не играют значения И пример дети это берут В основном с кого? Со взрослых Все воспитание начинается в семье И если мама с папой нарушают А мы в школе И в родительский патруль их останавливают И сотрудники ГИБДД с нами присутствуют И родители все равно Многие вот не останавливаясь Их не пугает ничего То есть они Вот я опаздываю Я важнее Я пешеход Мне должны Вот такая вот именно ситуация Очень часто встречается И вот наша акция Призвана именно вот Остановить родителей Таких вот И не только И дети Осознали Ответственность Меру ответственности Не только перед собой Но и перед той жизнью За которую они несут ответственность Перед детьми У нас есть заново в студию Здравствуйте Скажите Как вас зовут И откуда вы? Здравствуйте Егор Итат Удивардян Я зовут Игорь Невашк Вы Да Вот я хочу Сделать мнение Коротко Мой вам шавер Будьте похважены Внимать Это 73 наверно Это очень страшно Для вас Я за вас очень переживаю Игорь Спасибо вам Спасибо за ваш совет За ваши рекомендации А тем временем Я бы хотела Обратить все Все внимание на экран Дети лицея номер 3 Подготовили Такое небольшое Видео обращение Давайте посмотрим Возможно У наших зрителей Что-то внутри включится У тех Кто не обращает внимания На правила дорожного движения Не соблюдает Да Давайте посмотрим Уважаемый водитель Лихой дороги Укоротитель Мы дети Пешеходы Озорники И скороходы Пишем вам письмо Часто у дороги Нас носят ноги Мы бегаем Играем И вас мы отвлекаем Прости проказы эти Ведь все-таки Мы дети А ты водитель Взрослый Внимательнее будь Сбавляю У школы скорость Детишек Пропускай И этих пешеходов Люби И уважай Чтоб не было несчастья Сотправил Соблюдай Тебя И нас Ждут Дома Ты знай Не забывай Ну что Вот такой действительно Важный посыл Лучше и не скажешь Больше и добавить нечего Друзья Будьте внимательны Всегда помните Что и вас И ваших детей Ждут дома Ну а мы Продолжим совсем скоро Оставайтесь с нами Здравствуйте Это Катунь Лайф Для вас в прямом эфире работаю я Тата Геворгян И мой коллега Егор Матаев И тема нашего эфира Безопасность дорожного движения В летний период Вот мы сегодня делаем акцент На вождении Именно в летний период Для меня Как для пешехода Если честно Не совсем понятно Я предлагаю спросить У людей Которые Так называемые Подснежники Которые всю зиму Не выезжали На своих Аппаратах А летом Как раз Самый сезон И вот у нас сегодня В гостях Да и знаешь Вот почти кстати Две недели назад Уже начался Сезон Летний сезон Мотоциклистов Мотосезон Так называемый Да и уже За это время Было совершено Несколько аварий С участием мотоциклистов Если посмотреть Ленты информационных Сообществ В том же инстаграме Да О мерах предосторожности На таком Виде транспорта Нам Расскажет Егор Митьков Руководитель Мотокоманды СССР Крю А также В нашей студии Андрей Ан Заместитель председателя Алтайской федерации Автомобильного спорта Член общественного совета Министерства спорта Алтайского края Здравствуйте Добрый вечер Спасибо 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 Пришли к нам в гости Не одни Вот посмотри Что это за железный конь У нас появился в студии Ну об этом мы поговорим Чуть позже И я думаю Начнем наверное С вас Егор 2 мая Если не изменяет память Начался Летний Мотосезон Да Все верно Расскажите Как это было И Как вы начинаете сезон Вы же наверняка Как-то тренируетесь Наверняка Как-то Рассказывать Новичкам Которые только Приобрели себе Мотоциклы Как правильно Им управлять Где кататься И так далее Расскажите об этом Получается 2 мая Было открытие Организовывали Мотоклуб Колесницы дорог Мы на этом мероприятии Показывали Трюковое шоу На своих мотоциклах Получается Когда Мотоциклисты Впервые выезжают На дорогу Это получается Длительный период Застоя Грубо говоря Надо Первое время На площадках Потренироваться Так сказать Вспомнить Как оно Было Наработать Руки Ноги Чтобы на дорогах Не случились Аварийные ситуации Ну а как все-таки Готовить себя К мотосезону За зиму За зиму все равно Даже психологически Отвыкаешь Да Ну Некоторые мотоциклисты Понимаете Ездят на машинах Ну Большая часть из них Как бы Вот эта вся обстановка Она сохраняется Единственное Пересаживается на технику И просто габариты Они Меняются И все Но суть Одна и та же остается Чем специфичен Вот как для меня Человека далекого Абсолютно От какой-либо техники Чем специфичен Именно такой транспорт Давайте прям его Разглядим Расскажите Покажете более подробно Ну Это своего рода Внедорожный мотоцикл Переоборудованием Для дорог общего пользования Ну Это по колесам видно Он Легенький Маневренный Очень Очень удобный То есть Если рассматривать Какие-нибудь Спортивные мотоциклы Они громоздкие Тяжелые И Не совсем на них Удобно ездить по дорогам Вот в таком На таком мотоцикле Можно по городу ездить? Да Конечно Он Оборудованием Светом На него есть ПТС То есть Все как положено Где? В каких местах Можно ездить По городу? Только Ну В принципе Там же где и машины Только единственное Есть места Где запрещена езда Мототранспортным средством Это в частности Ленина То есть На проспекте Ленина В Барнауле Мотоциклистам ездить Не разрешено Все верно Там стоят знаки Какие меры безопасности Соблюдают мотоциклисты Выезжая на дороге? Давайте покажем Я просто вижу Вон там То есть Экипировка Вот смотрите Это черепаха В народе Она называется черепаха А на самом деле? Ну это панцирь Даже грубо говоря Это панцирь Защита груди Позвоночника В частности Ну это Грубо говоря Базовая Защита мотоциклиста А также Перчатки Шлем В первую очередь Обязательно Мотоботы И мотоштаны Можно посмотреть Подержать Повертеть в руках Потому что Немного непонятно Итак О чем стоит помнить Начинающему Мотоциклисту Который только-только Купил себе Железного коня Есть у нас такие Друзья знакомые Которому Необходимо тренироваться Есть такие Места Такие клубы Возможно В которые можно Обратиться И сказать Я хочу кататься Где Я хочу научиться Кататься Чтобы предотвратить Аварии Этим занимаются Мотошколы В основном У нас К сожалению Нет специализированных Площадок В городе Барнаул Чтобы Вот мотоциклист Приехал Каждый желающий Покатался И так далее То есть Это только Автошколы Только автошколы У нас будут еще Будет сегодня Еще возможность В эфире Поговорить Про автошколы О том Какой спектр услуг Они предоставляют Я бы хотела поговорить Теперь об автомобильном спорте С вами Андрей Расскажите Как начался сезон У вас И заканчивался ли он Закончился зимний Начался летний Какой именно спортивный 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 Ну спортивный К сожалению Он у нас прошел Без знаковых мероприятий Потому как Условия пандемии Сыграли свою роль То есть У нас Второй год Не проводятся Ипподромные гонки Потому как Требования безопасности Требования Санэпиднадзора И Сейчас Ну скажем так Разрешили Нам проводить Соревнования Со зрителями То есть Вот буквально В эти выходные У нас будет проходить Довольно знаковое мероприятие Для нашего Алтайского края Это Чемпионат Алтайского края По автокроссу В Рубцовске То есть Мы с всей судейской бригадой Выдвигаемся туда И буквально Через две недели У нас будет Начинается Наша площадка Панфилова Трекрейсинг Это Кубок Российской Автомобильной Федерации И Чемпионат Алтайского края Первый этап Это что касается Мероприятий Более Такого Позитивного Наверное Позитивной Такой стороны Хотя Спорт этот Безусловно Травмоопасный И Наверное Им занимаются Только Профессионалы Которые тренируются Долгое время И так далее Мы же Сегодня Говорим Все-таки О безопасности На дорогах Общего пользования Вот что Вы можете сказать Об этом Возможно Что-то Посоветовать Нашим Зрителям Автолюбителям Пешеходам С чем сталкивались Вот вы конкретно И Да тут не сказать Что я с чем сталкивался Я просто могу сказать Общую статистику Все как есть Сезонность Это Всегда Это привыкание Это ошибки Это какая-то Скажем так Нестабильность Это так же Как с перехода Ну условно С летней резины На зимнюю С зимней на летнюю Потому как В одном случае Когда Становится Скажем так Скользко Вот это вот Снег Идет привыкание Работа именно Педалью акселератора Чтобы это не было Резких телодвижений Соблюдается более Дальняя дистанция На торможение То есть Ну все это надо Рассчитывать Потому как покрытие Скользкое Оно естественно Ну даже При полном торможении Оно автомобильнее Становит То же самое Лето Лето тоже Должно быть Как бы Адаптация Именно к летнему Сезону Потому что Переход на летние шины Да То есть Мы что получаем Мы получаем более Идеальное сцепление С дорогой Это тоже В некоторых планах Такой обманчивый момент То есть К этому тоже Надо привыкать Потому что Где-то там Где мы прогнозируем Более плавное торможение Оно может быть Более резким То есть На это у нас Есть система безопасности И всего остального То есть Это все равно Период адаптации Это первое Второе Ну так же Как у мотоциклистов У нас же тоже Есть часть Автолюбителей Которые эксплуатируют Автомобили Только летом То есть По нашему Как мы их можем Назвать подснежники В нашем варианте Это Не секрет Что Очень много Автомобилей Есть Которые эксплуатируются Именно с мая По сентябрь Это именно Дачные сезоны Ну а что Можно будет сказать О тех людях Как правило Это люди уже Преклонного возраста Те которые Как мы их называем Садоводы-любители Вот И они Естественно То что они Мало того Что автомобиль Год стоит Условно Вот зимний период В гараже И нет никакой гарантии Что он подготовлен К сезону Соответствующим образом Да То есть Ну там Крепко прикручены колеса Балансированная резина Пройден тихосмотр Настоящий Должен тихосмотр Который Ну Обезопасит И водителя Самого И остальных Участников Движения От каких-нибудь Нюансов Плюс ко всему Соответственно Никакого опыта Вождения нет Которое забывается Плюс на это Накладывается возраст Это определенная Группа риска Которая У нас Проявляется Каждый год Потому что Я вот знаю Очень много Автомобилей Которые Но в год Накатывают По полторы тысячи Километров Ну вот просто У них тупо Такой сезонный Пробег Отдача От точки А до точки Б Да И не более того И к сожалению Да Ну не сказать Что к сожалению К сожалению С точки зрения Статистики Их немало Это вот машины Ну часть Сохранятся в гаражах Часть сохранятся Ну Вытаивают Во дворах Ну вот это все А все-таки Может быть у нас есть Какие-либо Специально отведенные места Для таких людей Кто зимой Свой автомобиль Не эксплуатирует Да А пользуются им Лишь только летом Может быть Можно дополнительно Выехать куда-то На специальную трассу И потренироваться Есть такая возможность Ну допустим Если я неопытный водитель Я переживаю Это всегда есть То есть можно выехать И на пустую дорогу Какую-либо Да То есть с незагруженным трафиком Либо Нанять инструктора Да Который бы подсвежил Ну навыки вождения Именно Подсказал Все как есть Даже Элементарно Правила перестроения В полосах Да Чем страдает Не только Скажем так Автолюбители Так же как и мотоциклисты Потому что Ну мотоциклисты Тоже грешат В этом плане В полный рост Ну Как бы согласимся Согласимся Вот что вы можете Мотоциклистам Прямо сейчас сказать Есть такая уникальная Возможность В лице Егора Наверное Передать всем Им Какое-то такое Послание Ну самое главное Это быть внимательным На дороге Это учитывать Факторы Которые влияют На езду И смотреть по сторонам То есть Кто движется Додумывать действия Автомобилистов Ну Так же и мотоциклистов Чтобы Обезопасить себя На дорогах Спасибо Большинство случаев По статистике Кто больше виноват В авариях Происходящих между Мотоциклистами И автомобилями Легковыми Все-таки Да вы знаете Здесь как таковой Статистики-то нет Вполне возможно Я предположу Что это даже 50 на 50 Потому что бывает Водитель не готов К резкому появлению Да Мотоцикла Между рядами Что вот К примеру Водитель знает Что там ничего Не должно быть В принципе Потому что Вот весь год Ничего не было Он начинает Перестраиваться И вдруг Пролетает здесь Мотоцикл В данном случае Нужно быть Мотоциклистом Наверное Более внимательным Ну да Надо предвидеть Ситуацию Потому что Они в итоговом То есть здесь уже Не важно Кто виноват В итоге Страдает человек И если При этом Автомобилист Более защищен То есть ему Не нужны Вот допустим Да В дороге общего пользования Достаточно Ну Превентивных Систем безопасности То есть это Ну Определенный Там Ну Ремень безопасности Плюс подушки Чем оборудованы Автомобили современные То Мотоциклисту Да Он страдает Намного больше То есть все равно Автомобилист Находится в капсуле Он находится в кузове Это уже какая-то Безопасность Ну вот об этом Мы подробнее Еще поговорим Сегодня в программе Спасибо вам большое Буквально через несколько минут Мы вернемся в студию Расскажем Как же перебороть Свои страхи Выхода на Летнюю уже трассу Да И как подготовить себя Психологически Да Оставайтесь с нами Здравствуйте Это Катун Лайф Для вас в прямом эфире Работаю я Тата Геворгиан И мой коллега Егор Матаев Мы еще раз напомним Всем нашим телезрителям Что тема сегодняшнего эфира Безопасность дорожного движения В летний период Итак Я предлагаю перейти Еще к одной категории людей Которые передвигаются Не на автомобилях Не пешком На велосипедах И на самокатах Очень много таких людей На электросамокатах Тем более Знаешь, сейчас это актуально Оттаяло И в центре города И в лесах И везде-везде Можно увидеть этих самых людей Это даже мы с тобой Возможно И у нас в гостях Евгений Лузин Владелец сети магазинов Снаряжения Для экстремальных видов спорта Снег, борт, шоп И вновь к нашей беседе Присоединился Геннадий Кузнецов Начальник отделения Пропаганды безопасности Дорожного движения Дела ГИБДД УМВД России По городу Бурнаула Здравствуйте Еще раз Евгений, привет Здравствуйте Здравствуйте Все-таки Какой категории транспорта Относятся Самокаты и велосипеды Что это? Как? Я бы сказал Что сейчас Единого мнения Такого нету В правилах дорожного движения Как бы Строго не прописано Но Многие эксперты ГИБДД России Пришли к выводу Такому, что Все-таки самокат Если он является Двигается С помощью электродвигателя И его мощность Превышает 0,25 кВт Номинальной Максимальной мощности Непрерывного движения И не больше 4 кВт То Он является Мопедом Вот это мопед? А можно проверить мопед? И скорость И скорость Его И скорость Его Не более 20 Вот так Не более 50 км в час Жень, у этого самоката Какая скорость? У него максимальная 25 км в час И мотор Здесь как раз 250 ватт То есть он На граничную Категорию Категорию Мопедов Прокатиться можно Постути? Тата сегодня Еще до начала Эфира Очень сильно мечтала Прокатиться На электросамокате Но об этом Чуть позже Все-таки Если я на самокате На пешеходном переходе Я пешеход? Или я водитель? Или если Все зависит От этих показателей? Самокат Во-первых Пешеходный переход Это участок проезжей части Предназначенный Для перехода пешком Здесь Хоть самокат Хоть велосипед Здесь вы должны Переходить дорогу пешком А велосипедистам Конкретно указано Что запрещается Верхом переезжать На велосипеде Пешеходный переход Это очень опасно И у нас Большое количество Дорожно-транспортных Происшествий С участием велосипедистов Произошли именно В таких ситуациях Когда велосипедист Переезжал За прошлый год На дорогах Города Барнула Было зарегистрировано 59 дорожно-транспортных Происшествий С участием Велосипедистов Это В два раза больше Чем позапрошлом году То есть Велосипедное движение У нас развивается И растет Количество аварий Велосипедисты Некоторые думают Что купил велосипед Сел и поехал Забывают Что все-таки Существует Правило дорожного движения Так все-таки Геннадий Хотел до вас Уточнить Какие правила Дорожного движения Существуют Для Велосипедистов Для Людей Кто катается Сейчас на Электросамокатах На самокатах Скейтбордах И так далее Можно ли выезжать На проезжую часть В каких случаях Можно В каких нельзя И так далее Надо разделить Во-первых На группы Есть транспортное средство Что является Это мопед Велосипед Они признаны Правилами дорожного движения Транспортными средствами Те средства Которые могут двигаться По дорогам Общего пользования И Средства Передвижения В настоящее время Так их Называют Средства Индивидуальной Мобильности Те средства Это Гироскутеры Моноколеса Сигвей Ну и в том числе Самокаты С электродвигателем Планировалось Что В этом году В 2021 Примут Каких-то для них Изменения В правила дорожного движения Включат Надеемся Это будет Все-таки Узаконят Этот вид Передвижения И поэтому На транспортных средствах Велосипедах Мопедах Разрешается Двигаться По проезжей части Соответственно По возрасту С 14 лет Разрешается На велосипедах На мопедах С 16 Имея водительское Удостоверение Категории М Отучившись В автошколе Сдав экзамены В ГИБДД На велосипед Водительского Удостоверения Пока не надо Двигаться Мопед Велосипед Может по крайнему Правому ряду Запрещается Поворачивать Налево Если дорога Имеет более Двух полос В одном направлении Или трамвайной пути Также запрещается Я как уже сказал Переезжать По пешеходному Переходу На велосипед Если нет возможности Двигаться Велосипеду По проезжей части Он может двигаться По обочине По обочине Не может Может двигаться По тротуару Либо по велосипедной дорожке Вот такие правила Можем перейти к вам Наверное Вы когда Я знаю что Вы сдаете в аренду Самокаты Велосипеды Возможно Еще какой-то вид Транспорта Вы как-то Обучаете Или Инструктируете Людей Которые Берут Или это все На их совести Взял Мы инструктируем Как пользоваться Во-первых Где газ Где тормоз Как кататься Но нету на самом деле Понимания Еще Вот Даже у ГИБДД По сути Еще как-то Не систематизировали Этот вид транспорт То есть Он еще не мопед Но вот он И не велосипед Как средство Индивидуальной Мобильности Да вот Просто Очень резкий Всплеск Такой Вот этой Вот всей Электротяги Гироскутеры Какие-то Самокаты И Наверное ГИБДД Еще не успела Подстроиться И сейчас Как-то Это урегулируешь Что например Можно кататься Только по тротуарам Либо можно кататься По дороге С краешку Либо еще где-то Но Но в реалии Вообще В принципе Там Жизни Смотришь И кататься По тротуарам Местами Очень неудобно На такой технике Потому что Либо тротуары Разбереванные Либо бордюры Какие-то Где постоянно Надо спешиваться Там буквально Каждые 10 метров Проехал Надо спуститься Если бы были Везде съезды И была бы Инфраструктура Тогда конечно По тротуарам Было кататься Намного удобней А по факту Многие катаются По дорогам Потому что В принципе Местами по тротуарам Ехать невозможно Вы как опытный человек Посоветуйте Что-нибудь Нашим зрителям Где кататься Чтобы и вот этого Вот всего не было И можно было Спокойно кататься Не бояться За свою безопасность Дети очень часто И очень много Катаются на велосипедах Я думаю Детей Вот например Вообще бы выпускать Где-то в парках Где закрытые территории Где абсолютно нету машин Да у нас есть Такие места в городе Вот например Даже в центре Парк изумрудной Сейчас очень хорошо сделали Правда не знаю По правилам Можно ли там Будет кататься на самокатах Там вроде есть Для бега Для велосипеда Дорожки Но есть еще территории Там типа Нагорный парк Там набережная Там дорожки тоже в парке есть По которым можно кататься В парке тоже есть Просто асфальтерные дорожки В принципе Нагорный парк Тоже там дорожки есть Там кататься можно Свободно То есть максимально безопасно Если ребенка отпускать Я бы отпускал Именно в такие места Где в принципе Нету пересечения Там с транспортными средствами Если это взрослый человек Да там И он выбирает кататься Ну конечно лучше кататься По тротуарам Где это возможно Но где невозможно Ну где-то местами выезжать все равно на проезжую часть, но минимизировать, потому что автомобилисты тоже не готовы к самокатерам, там, так скажем, к такой технике. Она довольно медленная, у него там ограничение 25 км в час, но машины в среднем там все равно километров 40-50 едут, и создается помеха движению автомобилей. Мало того, что они еще малозаметны. Да, еще в принципе малозаметны какие-то там в черном, на черном самокате, например, пасмурным вечером. Малогабаритные, их не видно, просто водители и велосипедистов не замечают, начинают перестраиваться куда-нибудь, поворачивать, а в это время в зеркало велосипедиста могут не заметить. Так же и на самокате. Что нужно будет в любом случае быть аккуратным и полностью осознавать то, что ты являешься участником дорожного движения, нужно подстраиваться под эти реалии, которые происходят на дорогах. Ну, наверное, если ты едешь по дороге в самокате в черном плаще, в дождь, в снег, в капюшоне, наверное, надо какие-то одежды с световозвращающими элементами. Кстати, у нас сколько мы перед эфиром немного попытались эксплуатировать данный вид транспорта, назовем это так. Вот здесь, например, есть фонарь, есть какие-то еще светоотражающие элементы. Покажите прям, можно вывести, показать его ближе, чтобы наши зрители видели. Вставать можно. И кататься можно в нашей студии, правила практически. Теоритом, что там нет сзади? Я не уверена, потому что я не умею. У некоторых самокатов загорается сзади прям стоп-сигнал при торможении. Ну вот по бокам есть светоотражающие тоже элементы. Если приглядеться, вот и видно. Так, а как он работает, принцип работы электросамоката? Многие вообще даже в принципе глаза не видели такую технику. Надо встать, оттолкнуться и нажать газ. Газ здесь по принципу, ну наверное, как на квадроцикле. Женя, можно я попробую? Да, давай, попробуй. Ты не против? Легите, пожалуйста. Ты у тебя, правда, небольшая. Я очень... Итак, я встаю, смотри. Надо сделать небольшой толчок. Ага, справа газ. Да, справа газ, а вот это тормоз. Вот это тормоз. Я делаю толчок, отталкиваюсь. И потом нажимаешь газ. Удачи! Я надеюсь, мы сможем до конца провести этот эфир и поехали. Слабо толкнулся. Ну, я думаю, он сильно... Да, да. Есть ограничения, надо оттолкнуться, чтобы он достиг 4 км в час, где-то там 3-4-5 на разных самокатах по-разному. Это, так скажем, защита от дурака. Чтобы ты с места случайно там не нажал газ и не поехал, не упал. Во, вот сейчас подхватил он тебя, видишь? Вот сейчас, да, сейчас получилось. Слушайте, ну это очень интересно. Очень интересно и... И занимательно, как я хотел сказать. Знаете, мне кажется, я с автомобиля перейду на электросамокат. Да, ну а я, как человек, который никогда еще, пока еще не попробовал самокаты, я наверняка, когда вы даете подобный транспорт людям, какой-то инструктаж проводите, показываете, как это работает и так далее. Вот я правильно понимаю, Евгений, вы и автолюбитель в том числе. Да, и мотолюбитель, и мотолюбитель, и велолюбитель, и вот мы сегодня об этом целом разговариваем, о безопасности дорожного движения. Что вы как человек, который был уже, наверное, и как пешеход, и как велосипедист, и как самокатчик, да, что можете посоветовать нашим зрителям? Правила они знают хорошо. Как быть вообще безопасным на дороге? Да. Ну, на самом деле, надо не расслабляться, то есть дорога – это такая агрессивная среда, опасная, многие недооценивают ее, многие автомобилисты сидят в телефонах, там, переписываются, я не знаю, мне кажется, телефон – это самое максимальное, что отвлекает водителя, там, от именно движения. И большинство аварий, я не знаю, как по статистике, но мне кажется, связаны как-то косвенно хотя бы, да, вот с этим, отвлекся на СМС, тут резкая ситуация, да, там, кто-то остановился или еще что-то. Это в плане водителей. Пешеходам, ну, я как водитель уже замечаю, некоторые ведут себя как бессмертные, так я их называю, они там не смотрят ни налево, ни направо, и начинают пересекать там, ну, пусть по пешеходному переходу, они как бы правы, но они либо слишком быстро подходят, либо там они как-то, ну, вообще не смотрят, может быть, там реально машина несется быстро, а вот там человек в телефоне не заметит его. То есть здесь тоже надо как бы какую-то адекватность проявлять, да, там, если машина быстро несется, ну, подожди ты там две секундочки, зато как бы будешь жив-здоров. Велосипедистам, ну, наверное, больше стараться ездить все-таки там и самокатером по тротуарам, потому что, ну, это и комфортнее в плане того, что машины мимо не проносятся, многим это, в принципе, страшно, когда там машина проносятся мимо, можно как-то замешкать, запаниковать. У меня много друзей на велосипедах попадали в аварию, причем некоторые серьезные, что там избивало, пробивали головой там лобовое стекло, кто-то там несколько операций сделал, ну, в принципе, все живы, но много ситуаций, когда реально велосипедистов сбивали. И причем велосипедисты были почти всегда правы, меня даже один раз сбивали, но меня вообще очень смешно сбили, это была у нас гонка, были соревнования на закрытой территории в лесу, ну, и там просто был пьяный человек на автомобиле, который меня сбил. В лесу. Да, во время соревнований это было, вот, так что я был и по ту сторону. Хорошо, Евгений, спасибо большое, Геннадий, спасибо вам. Ну, и, так, тем не менее, не знаю, заметила ли ты, но я заметил это точно, в конце абсолютно каждого блока нашей программы подводится, всего лишь один итог, нужно быть внимательным на дороге, и это факт. И осторожным. Мы не все еще рассказали сегодня, поэтому оставайтесь с нами, буквально через несколько минут вернемся в студию и продолжим обсуждение. И снова здравствуйте, это Катунь Лайф, и я Тата Геворгианна, это Егор Матаев, и мы говорим о безопасности дорожного движения в летний сезон. Для меня, как для пешехода, совершенно нет разницы, летом вы ездите или зимой вы, Егор, ездите. Слушай, Тат, ну это очень серьезная, это очень серьезная разница, действительно, и для меня, и для любых других автолюбителей и водителей действительно есть, есть большая разница. Я предлагаю все-таки у эксперта узнать, какова грань между вождением. В чем специфика, да? В чем специфика между вождением зимой и вождением летом. И у нас в студии Лариса Мещенкова, автопсихолог, тренер защитного вождения Барнольдского центра высшего водительского мастерства. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. Так все-таки, в чем эта разница между вождением летом и вождением зимой? Геннадий, на самом деле, уже коротко сказал, да, об этом, а вот хочется узнать с психологической точки зрения. Понятно, зимой гололедится? Вообще воспринимается в сознании водителей, особенно начинающих водителей, что зимний период – это очень сложный период для управления, они его боятся. Многие даже консервируют свой автомобиль и не управляют зимой, потому что чувствуют опасность, да? А летний период для них – это такой, ну, своеобразный, облегченный вариант. Да, и они, значит, выезжают. На самом деле, несколько лет назад я обратилась к статистике, и что я там увидела относительно тяжелых аварий, с тяжелыми последствиями, со смертельными исходами. Оказывается, что в летние месяцы количество аварий гораздо больше, и количество смертей после, вследствие этих аварий, их тоже гораздо больше. И я начала прокручивать, прорабатывать эту мысль и поняла, что здесь есть психологическая подоплека и формат скоростного режима. Зимой, во-первых, человек чувствует, что это опасно, он начинает аккуратничать, осторожничать, и скоростной режим очень низкий, так скажем, да? Что у нас получается летом? Летом водители утрачивают чувство опасности, им не становится страшно, и скоростной режим у нас идет в горку. А скорость, как известно, это очень сложный процесс, да, и ошибки, скорость ошибки не смертельной превращается в смертельные. Что хотелось бы сказать о самих, наверное, каких-то более опасных, что ли, аварийно опасных участках. Вот сегодня наш корреспондент вместе с вами проехались по этим самым участкам, я предлагаю посмотреть на экран и обсудить позже, да? Давайте посмотрим, как это было, позже обсудим. Все перекрестки считаются самыми опасными. Кольцо, самая напряженная получается у нас часть на дороге, потому что требует от водителя очень большого внимания. Но опасный, потому что загруженность очень большая, многополосность получается, и идет смена направления движения. И к тому же правила, они, так скажем, продиктованы двумя аспектами. Правилами дорожного движения и негласными правилами. Вот если говорить правила дорожного движения, как требует, въезжать на кольцо можно с любой полосы. При въезде на кольцо водитель должен включить правый указатель поворота. Съезжать с кольца нужно только с крайней правой полосы. Больше ни с какой другой съезжать с кольца нельзя. Двигаться по кольцу можно абсолютно любой полосой. И средней, и крайней левой, и крайней правой в нашем случае, да? Но, если говорить конкретно о той картинке, которую мы наблюдаем на кольцах, то здесь у нас съезд с кольца идет и средним рядом, и крайним левым, и правым рядом. А кто-то хочет правым ехать по кольцу. И вот в связи с этим высокая аварийность. Скажите, а влияет ли как-то трамвайные пути на аварийность на кольце? Транвайные пути, ну, конечно, это дополнительный, хотя мы представляем, что все водители едут у нас, ну, рядом с нами, да? И мы их хорошо видим, мы их часто, мы им часто уступаем. Транваи, они достаточно как редко появляются в поле зрения, да? Перекресток – это особо аварийный участок дороги, потому что там, ну, пересекаются траектории автомобилей. Без разницы, это будет регулируемый перекресток, нерегулируемый перекресток. Это, это 100% аварийный участок дороги, потому что здесь точно так же нужно иметь хороший объем внимания, да? Хороший прогноз поведения тех водителей, с которыми твои пути будут пересекаться. Нам гарантируют безопасность только наши глаза. Все-таки посмотрели видео, большое вам спасибо. Какие существуют в целом, давайте назовем, 2-3 опасных аварийных участка? Ну, то есть, соответственно, это все кольца. Если говорить о городском режиме управления автомобилем, то это пешеходный переход, это любой перекресток. Кстати, кольцо – это тоже перекресток с круговым движением, абсолютно любой перекресток. Ну, пожалуй, вот все. Перекресток и пешеходный переход – это те места, на которых очень часто у нас случаются аварии. Где нужно быть внимателем не только водителям, которые вокруг вас, и вам самим, и пешеходам, в том числе, о чем мы сегодня весь эфир говорили. Мы так небольшую экскурсию по городу еще раз провели. Что касается трасс федерального значения, например, Чуйский тракт, даже за прошлые выходные там было достаточное количество аварий. Как водителю там перестроиться, я не знаю, или как вести вообще себя на таких федеральных трассах? Вы знаете, трасса – это очень опасный момент в жизни каждого водителя, потому что там большие скорости, непредсказуемое поведение автомобиля. Почему непредсказуемо? Потому что, ну, редко какой водитель, например, тренируется уйти от лобового столкновения на скорости, там, скажем, 100-150, как позволяют ехать себе водители, да, вот с такой скоростью. Автомобиль, он неподатливый, и у водителей, которые выезжают на трассу, едут с достаточно большой скоростью, у них ложная иллюзия, собственная компетентность, компетенция. Им кажется, что они смогут исправиться со сложной ситуацией, хотя навыков именно управления на такой скорости, да, в критической ситуации, конечно, это у единиц есть, даже, я бы сказала, нет. То есть, наверняка, это люди, которые занимаются каким-то скоростным спортом, да, как вот у нас был в гостях представитель этой самой федерации спорта. Да, конечно, они чувствуют, именно они, в чем их плюс, они чувствуют ту грань, за которой машина переходит уже в ранг неуправляемой, да, и они четко это понимают. А что касается крупногабаритного транспорта, вот мы на экранах видим, да, у нас есть достаточно много кадров аварий с участием вот грузовиков каких-то. Что об этом скажете? Что скажете о водителях, да, вот подобного транспорта, что делать? Ну, не в конкретном случае, а в целом, какие меры безопасности, предосторожности есть? То есть, бывает, что водители и дальнобойщики, да, очень часто и засыпают, так как в дороге находятся очень долго. Как быть в этой ситуации? Абсолютно верно. Вот, например, из собственной практики, когда мы выезжаем на трассу, если впереди идет грузовой автомобиль, то нужно повышать свой контроль за поведением этого автомобиля. То есть, попросту здесь работать, в принципе, ограниченного доверия и понимать о том, что он в любой момент сейчас просто выключится и потянет руль на нашу полосу. То есть, здесь нужно будет сразу посмотреть возможные пути ухода от столкновения, движущийся поток, да, где-то снизить скорость, высоту кювета и помнить, что любой ценой нужно избежать лобового столкновения. В общем, как ты и говорил, итог всех наших бесед с нашими всеми экспертами один. Просто быть внимательным и нести ответственность не только за себя, а примерно предугадывать действия другого человека, который также… Вот знаете, чем отличается грамотный водитель от того, кому еще нужно добиться от начинающего? Грамотный водитель, он не оперирует той информацией, которую он видит в данный момент. Он оперирует той информацией, которая может… Случиться. Случиться, да. То есть, это не так, что мы видим и едем, а мы думаем и едем. Мы пытаемся это предотвратить. Да, вот это практика, и ей нужно учиться. Это система построения хода мыслей и очень важный момент, которому хорошо бы, если бы водители учились. Хорошо, Лариса, спасибо большое. А прямо сейчас в эфире телеканала Катунь24 новости с субтитрами, а после продолжим. Здравствуйте! Это Катунь Лайв в студии «По-прежнему». Я Тата Геворгьян и мой коллега Егор Матаев. Сегодня мы говорим о безопасности дорожного движения в летний период. И в нашей студии следующий эксперт Виталий Орехов, эксперт техник транспортной трассола компании «Техэксперт». Виталий, здравствуйте! Здравствуйте! Прежде чем мы начнем, я предлагаю посмотреть небольшой библиц-опрос, который сняла наш корреспондент Елена Соколова. Давайте посмотрим. Крупные магистрали и нерегулируемые перекрестки. Еще, как показывает практика, почему-то в Барнауле особо аварийные места — это кольца. В Барнауле люди категорически не хотят ездить по кольцам правильно, из-за этого там даже аварком постоянно дежурят. Многие светофоры работают несинхронно, каждый живет своей жизнью, и это тоже влияет на пропускные способности. Как-то ситуация с дорогами стала намного лучше, но тем не менее каждую весну одна и та же проблема. Где-то асфальт сходит вместе со снегом. Но я бы, например, сказала, что на Ленинском ухудшилась ситуация по сравнению, допустим, с прошлым годом. Светофоры отрегулировать надо бы. Я бы хотела, чтобы в конце концов отрегулировали, потому что их появляется все больше и больше. А бывает, что пройдешь 20-30 метров и снова ты стоишь у светофора больше минуты. Где нет регулируемого пешеходного перехода и перекрестки особенно, самые опасные. Скоростные участки тоже самые такие, с хорошим покрытием. Светофоры работают в штатном режиме, все хорошо. Где нет, там уже все зависит от самих пешеходов. Вот такой своеобразный опрос у жителей Барнаула, автолюбителей, да, на предмет того, какие все-таки участки наиболее аварийные, по их мнению, и что нужно изменить в городе. Да, и сегодня мы уже поняли, неоднократно услышали об этом и до рекламной паузы, скажем так, что именно кольцевое движение является одним из опасных и аварийных участков в городе Барнауле, да и не только. Виталий, что вы думаете по этому поводу? Кольцевое движение, оно наиболее сложное, и люди просто не знают, как владеть автомобилем, как перестраиваться, как двигаться по данному участку дороги. И поэтому допускают столкновение. Это только от незнания и отсутствия какой-либо практики. Потому что у нас очень много людей, которые получили когда-то давным-давно водительское удостоверение, они прочитали правила перед сдачей и прошли уже десятки лет, а правила дорожного движения где-то изменяются, где-то не изменяются, но они не повторяются. И люди их просто забывают и на полной уверенности нарушают, думая, что они правы. Мы сегодня много ситуаций уже рассматривали, вот можно посмотреть вновь на экран, можно посмотреть. Я попрошу нашего режиссера включить ту самую аварию, которая произошла буквально вчера на проспекте Красноармейский. Включите, пожалуйста, на экран, еще раз, Виталий, посмотрите. И хотелось бы сказать, хотелось бы точнее, чтобы вы прокомментировали, как эксперт, который в принципе и комментирует подобные вещи, как эксперт, и говорит, кто в данном случае прав, кто виноват. Мы видим, что женщина проходила на красный сигнал светофора. Но тем не менее по пешеходному переходу. Ее сбили вот в таких ситуациях. Какова вероятность, что водитель, скажем, останется безнаказанным? Он вообще виноват в этой ситуации, даже если человек сам совершил какой-то запрещенный маневр? С точки зрения правил дорожного движения, водитель в данном случае, он двигался на разрешенный сигнал светофора. Когда он пересекал пешеходный переход, в момент, когда у него возникла опасность на пути следования, он увидел пешехода, он принял меры к экстренному торможению. Он сделал все, что прописано в правилах дорожного движения. Но я, имея свой опыт уже вождения, я вижу, что автомобили средним рядом двигались и остановились перед пешеходным переходом неспроста. Да, впереди, перед ними не было никаких автомобилей для того, чтобы они сделали эту остановку. Они могли продолжать движение, но они почему-то остановились. На это уже должен был обратить внимание водитель и посмотреть, а почему они остановились. Вероятнее всего, в таких случаях именно и возникает какая-то помеха для движения. И на это нужно обращать внимание. Что касается ответственности, которую водитель понесет, это, безусловно, будет рассматриваться уже в суде, но он, управляя средством повышенной опасности, он причинил вред здоровью человеку. И в любом случае, за это он может понести наказание. Наказание в виде какой-то ответственности, либо административной. В данном случае мы видим, что травмы, на мой первый взгляд, они совместимы с жизнью. Это максимум легкий вред здоровью. Ну, это административная. Хорошо. Давайте смоделируем такую ситуацию. Я водитель, я еду на разрешающий сигнал светофора. Я вижу, что человек приходит в неположенном месте, но все обходится, и я никого не сбиваю. Но, тем не менее, происходит ситуация, скажем, которую спровоцировал пешеход. Я могу как-то привлечь этого пешехода к ответственности? Или это максимум предупреждения от ГИПДД, что он перешел на красный сигнал, и я это все зарегистрировала на своем видеорегистраторе? Я как-то могу привлечь этого человека, чтобы неповадно было пешеходам ходить там, где не положено? Привлечь к ответственности могут только органы, полномоченные в этом. То есть я могу обратиться и сказать, вот этот человек? Да, но необходимо доказать, нужно собрать доказательную базу о том, что именно этот человек. То есть нужно его остановить, спросить, как его зовут, он должен ответить правду, мы должны это зафиксировать, записать, должны иметь какое-то подтверждение, видеоподтверждение его нарушений. И в случае, если у нас собралась доказательная база, если мы знаем, кто он и что он сделал, мы можем это подтвердить, тогда мы можем обратиться для того, чтобы привлечь его к административной ответственности, потому что за это предусмотрена административная ответственность. Ну, то есть это штраф. Это штраф, но на практике мы не будем спрашивать, как его зовут, а он не ответит. Если он нарушает закон, он в лучшем случае махнет рукой и пойдет дальше. Ну, получается, к сожалению, что в таких ситуациях остается виноватым в любом случае водитель, который должен и посмотреть по сторонам, и предусмотреть, а я вот где хочу, там и хожу. Я бы хотела обратиться ко всем пешеходам, которые нас сейчас смотрят, потому что я сама пешеход, я крайне, вот насколько это возможно, осторожно хожу по улицам, смотрите по сторонам, не ждите, точнее, ждите, когда уже загорится зеленый, только потом начинайте движение, смотрите, кивните водителю, который смотрит, да, я все правильно говорю, кивните, чтобы он понял, что вы собираетесь идти, и чтобы вы не попали в эту ситуацию, и человек не попал в эту ситуацию. Потому что сегодня вы пешеход, завтра вы водитель. Самое главное, это постоянно оценивать ситуацию на дороге, будь то водитель, будь то пешеход, будь то велосипедист, да, или человек на самокате, да. Нужно постоянно быть внимательным и все-таки помнить, что это ваша безопасность, это ваша жизнь, и вы отвечаете за нее самостоятельно. Виталию мы говорим большое спасибо, а на сегодня у нас это все, до встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok